Всем привет дорогие друзья, с вами группа AGT и университет Денис. Сегодня я вам покажу обновленный мувсет Дольфа Зиглера. Я обновил Зиглеру мувсет, практически заменил все приемы. То есть у него мувсет состоит из его каретных приемов, из его приемов, когда он был с Анном Джобером и выступал на Суперстарсах и все такое. Все для того, чтобы им было интереснее играть. Ну что, приступим. Что касается подготовок к матчу, то разработчики забыли ему вот это поставить... Ой, пардон, вот это забыли ему поставить, я это поставил. Больше я тут ничего не менял. Тут тоже я все оставил по стандарту. Что касается атак, я немного тут поменял, да, вот можете посмотреть. В принципе, кстати, вот этот хедлок панч стал вообще нормой мувсета у всех хилов. Я заметил, такие стали проставлять, но оно ему подходит, поэтому я подумал, пусть стоит. Ничего страшного в этом нет. Касается удары с разгона, то вот так, джампинг клоузлайны. Этот, кстати, его именно клоузлайн. Скутать, кстати, тоже прикольно, ему может подойти, но я думаю, все-таки дропхик ему тоже нужен с разгоном. Но если что, то любители клоузлайнов могут поменять ему на другое, потому что он, в принципе, активно проводит эти клоузлайны. Что касается реверсалов, то вот Бостон Краб и вот это его, я еще, да, забыл сказать, еще использовал прием из его прошлого борцовского. Да, борцуха Зиллера же раньше был. Я использовал некоторые приемы из его этого прошлого. Пусть будут, так сказать. Что касается захвата, вот все стоит вот так. Так, немного тут, конечно, все поменял. Вот это прием из его времен Санова Джобберста на Суперстарсах, он вот так проводил. Также вот этот фейсбастер. А то ныне он проводил в основном одни нэкбрейкеры, поэтому нужно какое-то разнообразие, конечно. Тут вот так стоит здесь рутавейкеринг, это ему вообще идеально подходит. Мизу, кстати, тоже такой нэкбрейкер подходит, классно. И вот этот двенадцатый тоже идеально вписывается в мувсет Дольфа Зиглера. Куин Суплекс, это его прием. Он его проводил один раз на Рей Мистерио, но один раз, как говорится, мы не будем говорить это слово, да. Поэтому пусть стоит, прикольно смотрится. И иногда можно будет за него это в каких-нибудь крупных матчах проводить, я считаю. С разгона. Нэкбрейкер, дидетишка такая, типа раунинг Торнадо. Джойман Суплекс, опять же, он это проводил, сразу с Мостиком проводил. Вот насчет керри, я ему тут ничего не менял. Давайте сейчас мы пробуем что-нибудь подобрать из керри. Но на самом деле Зиглеру из керри вообще, ну, сложно подобрать. Реально, пусть лучше вот этот Скуп Слэм стоит, потому что, ну, Дольф практически ничего не проводит из керри. Лучше это у него, может быть, даже отключить, я не знаю. Уж тут, как говорится, кто как, кто как. Если есть Гадбастер, нет Гадбастера. Хотя ему можно поставить флэпджек. Он раньше проводил флэпджек, было дело. Поэтому можно ему поставить флэпджек. Так, сейчас выберу какой. В принципе, он примерно так и проводил. Вот, да, раньше. В свое время, опять же, когда был с Анным Джобером. Поэтому пусть стоит у него вот такой вот флэпджек. Ну, тут мы, видимо, его времена, опять же, борцухи. Вспомнил разрабы. Ну, ладно. На самом деле, ему реально здесь нечего стоять. Действительно, ему только флэпджек подходит. Так. Дальше. Граунд. Ну, не забываю его Headstand Headlock. Кстати, раньше в игре был таун. Да, в ДБУ-13, что он на голове стоял. Вот как здесь стоит сейчас, по время приема. Так, был в игре такой таун. Было прикольно. Но сейчас его уже давно выпили. Но стал там это отдельная тема. Мы к ней вернемся позже. Блин, это его фирменный Элбов. Никак не могу избавиться от них. Но если кому не нравится, что они долгие, конечно, интернетив, тогда можно поставить вот этот вот. Пятый. Ну, это его. Кстати, мы в прошлом году это поставили на муссет. И в этом году 2K решили это ему тоже поставить. Прям, блин, не знаю. 2K, давайте-ка мне за мои наработки платите денежку. Так, дальше. Тут все вот так проставлено. Здесь так. Здесь так. Тут так. Здесь так. Я не знаю, почему мы поставили ранний кроссбадди, но я посчитал это прикольным и оставил. Кстати, вот тут, по-моему, тоже какой-то нэкбрейкер есть. Давайте поставим. Сразу при вас это сделаю. Так, болевые. Вот, Слипер Холд. Стампулер. Он такой проводил, кстати говоря. И тут опять же Гроунт Хэлло. Кстати, он еще проводил в свое время муссет. Ой, фу, болевость на Эриса. Вот этот, забыл, как Last Chance, рипом называется. Поэтому, кому не нравится Слипер Холд Зиглера, могут ему его поставить. Ну, или даже вы можете поставить удушение самого Джо. Это он раньше тоже проводил и даже побеждал им. Вот. Поэтому, кому не нравится Слипер Холд, у вас есть 2 варианта. Болевость на Эрисе, либо самого Джо. Дальше идем. Ну, тут, главное, не забываем вот этот его дропкик. Пауэрслэм его. И Хептос Нэкбрейкер тоже ему идеально подходит. На Апроне вот так. Апрон, в принципе, вообще самая такая вещь в игре, которая особо не меняется. Тут мало приемов очень. Вот так вот стоят у меня в углу приемы. Вот так со спины. Вот так с канатов. Он, кстати, с канатов проводил и DDT в свое время, блин, даже. Но, к сожалению, в игре это DDT так и не добавили. И проводил он еще стингер сплэш с нэкбрейкером комбо. Но этого в игре также нет. Ну и что, дропкик он проводил. Да, амин фейма юзером проводил с канатов. Только разве что в реальности он проводил-то наоборот. Фейма юзером проводил со второго каната, а дропкик с верхнего. Но в игре такого нет. Поэтому поставил так. Элбоу дроп он проводил. Да. В принципе, у него стоит Майклза. И боди сплэш на самом деле он тоже проводил. Тоже в свое время, когда был санным джобером, но участвовал в различных матчах на Суперстарсе. Командные приемы. Жалко, в игре нет клеймора и зигзага. Не знаю, может в дополнении будет. Но в любом случае у них даже в игре команда не создана. Думаю, я так расставил всю базу-базу такую. И командный финишер я им поставил. Гатбастер плюс не страйк комбо. Это, типа, я буду брать так за Макентайра. Короче, лучше так хватать. И чтобы Зигдер бил коленкой. По-моему, более-менее подходит у всего, что тут есть. Так. Приемы системы веса. Вот они вот такие. И, в принципе, постарался ставить все и как везде проставлять. Как стоит, точнее, как обычно, мы все это все проставлено. Вот, видите? В принципе, хорошо. Мне кажется, я им поставил. Вполне неплохо себе. Так. Спешл мус. Да. Фейма-юзер. Суичин-мюзик. Как раз музыка его братана заиграла. И тут Суперкик седьмой. Пэмс. Почему седьмой? Потому что на финишере стоит восьмой. Также на финишере я ему поставил разные зигзаги за рингом на ринге. И вот этот новый Суичин-мюзик. Мне кажется, ему идеально подходит. Потому что у него часто бывает, что он проводит из ниоткуда. И так же ложится и удерживает. Поэтому, мне кажется, это ему подходит. Кстати, я вот когда играл в матчах за слигдером, было прикольно этот проводить Суичин-мюзик. Всем советую. Классно. Зигзаг вот так вот за горло уже в реальности обычно хватает. Поэтому я решил поставить сюда первый. А второй за рингом как альтернатива. Блин, то он как, не знаю, царапает за спинку и бросает назад резко. ОМГ Джампинг Комплит Шот. Вот, да, это его финишер из подготовительной школы. Дабл-дабл из старика подготовительной школы. Забыл, как она называется. Напомню, пожалуйста, в комментариях. По-моему, что-то WC... Нет, что-то... Ой, FCW, да. FCW она называется. Вот. Просто тут нечего ему поставить. Здесь джампинг с детей нет. Поэтому поставил вот это. Payback Keep Up. То есть, в восстановлении стоит Keep Up. Сворачивание так. Вот так вот, Роя Рамбл. Вот так вот, лестница. Столы так стоят. Опять же, нечего ставить. Клетка так. Стадия так. Симметриллер, ничего нет. Баррикада так. Таунты. Вот таунты. Самое главное, что Зигглеры не любят разработчики, как и многих в игре рестлеров. Потому что у Зиггера есть только один свой таунт. Один свой таунт из, блин, 10-11 части. Ну, это капец. Не знаю. Это просто жесть. Он раньше всегда по умолчанию ставил вот этот таунт. Вот этот и Дольф Зигглер, да. Но еще вот этот, когда у него был стенд. Вот этот стойка на голове. То она тоже стояла. Но сейчас ее нет, поэтому приходится выкручиваться. А, да, ему еще Брайана Пилмана таунт ставили. Ну, и здесь так. Билан Мирикл и Рэнди Ортон один. Это вообще, по-моему, универсальные таунты для всего ростера. Реально, они всем подходят, блин. Уж не знаю, зачем их добавили, но молодцы. Нет, Милам Брин у кого-то понят. Это Морелла. А вот чтобы так вот Ортон делал, я вообще не помню. Но все равно таунт хороший. В принципе, ему нужно было еще таунт Тайлера Бриза поставить, как говорят. Но вот когда он показывает, типа, убирайся. Да, ему такое подойдет. Не знаю, есть ли оно здесь. Да, вот оно есть. Можно поставить. Ему это тоже подходит. Так, здесь я ему ничего не менял. И Вейкап Таунт. У него стоит Нью-Йорк Файнест. Это таунт вообще, как бы считается, Зака Райдера. Но на самом деле, это таун Шона Майклза из 10-11 части. Вот такое вот раскрытие. Они в итоге потом отдали этому, блин. Заку Райдеру зачем? Не знаю, зачем они так сделали, но отдали. Атрибуты. У него сейчас оверолл стал 85, потому что я ему пинэскейп чуть поднял. У него было то ли 65, то ли 68. У него до 73 поднялся. Сейчас-то вырывается, бывает. Поэтому пусть живет. Скиллы его так стоят. Опять же, насчет скиллов. Я особо не заморачивался. Просто убрал самые такие, которые он бы никогда в жизни своей не делал. И оставил самые важные карты. Финишер он бы никогда бы не сделал. Поэтому я убрал. Пейбоки. Ну, не менял. Все равно, как во время матча можно менять перед матчем. Обилки. Да, что я хочу заметить. В игре вырезали очень много обилок. Осталось, по-моему, всего 10 штук. Если я не ошибаюсь, да, 10 штук. Не знаю, зачем их повырезали. Это просто жесть. Вырезали. И дайвинг пинкомбо. Так, рингискейп перенесли в скиллы. Что у нас там еще? Так, еще какую-то вырезали обилку, которая была связана с этим, с промками. Вот не помню, как это была третья. Я вот помню, что она была, но я забыл, как она называлась. Я капец, конечно. Но они вырезали. Вырезали, гады. Просто вырезали. Не знаю. В ходу скоро вообще все обилки закончат. А, да. Резаленс еще отсюда перенесли в эти скиллы. Поэтому обилок стало меньше всего 10 штук. Мест, кстати, так и осталось 10. Поэтому если все проставить, то, да, будут все обилки тогда у Зиглера. Ну, у него было мало обилок. Я ему поставил Teamwork с токеном, с Макитайром. Пока что дружит. Дерри Пин и Таун 2. Это во время промок. Так, все. Такой получился мувсет Дольфа с Зиглера. Я помню, кто в комментариях просил мувсет Дольфа. Кстати, кто на соньке, я залил мувсет. Правда, немножко устарелая версия. Видео, она обновленная. Вот. Поэтому, пожалуйста, кому не лень, перестройте через видео приемчики. Просто я вот занялся Дольфом эти дни. И поправил ему мувсет полностью до идеала. Теперь Дольфом играть интересно. Ну, а с вами был Денис, группа EGT. Пишите, кому еще мувсеты. Потерейбонько, терейбонько. Я люблю мувсетики. Поэтому, это мое главное, наверное, хобби. Если бы было в игре статистика, сколько кто проводит в меню. В точнее, в каком меню вы больше всего проводите времени. Скорее всего, я проводил бы больше всего времени в мувсетах. Всем всего хорошего. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok